Имущественные отношения, налоговые платежи и другие важные темы для дачников. Работа, направленная на повышение правовой грамотности председателей садовых некоммерческих товариств, ведется в округе уже не первый год. На этот раз в администрации муниципалитета обсудили вопросы регистрации объектов недвижимости по упрощенной схеме. Мы, безусловно, заинтересованы, прежде всего, пообщаться с людьми, понять, какие проблемы встречаются, особенно в части имущественных отношений. То есть это регистрация домов по дачной амнистии, переводы жилых домов в нежилые. Тоже касаемся вопроса и социальной газификации, электроснабжения, вывоза мусора. В общем, все те проблемы, которые сталкиваются с садоводами непосредственно. И мы все-таки эти проблемы доносим до высокого руководства, и эти вопросы решаются. Анна всегда ходит на собрания с председателями ДНТ, СНТ и дачных кооперативов. Жительница Кубинки уверена, что полезная информация, которую собственникам земельных участков рассказывают на встречах, помогает уберечь от проблем. Нам нужно было провести реновацию электросетей. Это было очень сложно и очень дорого. У нас очень мало участков, 53 участка, поэтому для нас это было очень дорого. А после этого нам еще нужно было оформить землю общего пользования. Есть и новшества в сфере законодательства, которые необходимо разъяснять дачникам. Например, в прошлом году президентом Российской Федерации была утверждена госпрограмма по созданию национальной системы пространственных данных. Она предусматривает сверку, выверку сведений о всех объектах недвижимости, которые имеются на территории Российской Федерации, ну и Московской области. Здесь возникают проблемы, когда мы обнаружим земельные участки объекта капитального строительства, достаточно обширные, особенно на территории СНТ, у которых есть ранее возникшие права, но их нет, сведения не внесены в единый государственный лес недвижимости. В округе числится 595 СНТ, при этом около 2700 объектов остаются незарегистрированными. Участникам встречи еще раз напомнили о преимуществах дачной амнистии и ответили на интересующие их вопросы. Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.